МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВЕТТА24 лобби-холлы. Я его ведущий, меня зовут Валерий Мазанов. Здравствуйте. Девиз нашей программы – делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. Как пандемия повлияла на городские проекты, и какие планы благоустройства на будущий год. Эти и другие вопросы мы обсудим с депутатом Пермской городской думы Валерием Шептуновым. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Добрый день. Год заканчивается, фактически весь он прошел у нас под знаком пандемии коронавируса. Вся дума весь год фактически работала в дистанционном режиме. Если провести параллель со сферой образования, учителя, родители и ученики жалуются, что качество образования немножечко упало. Если перенести это на Думу, упало ли качество нормотворчества? Привыкли ли вы к работе в этой ситуации? Ну, понятно, что учиться никогда не поздно, но тем не менее Пермская городская дума принимает все-таки решения. И те множества, которые были введены, да и вообще в жизни бывают и плюсы, и минусы. И в этой ситуации действительно происходит именно так. Никак не сказывается на качестве подготовки к Думе, прохождении самой Думы, но меньше есть у нас общения между собой на пленарном заседании. Мы можем пообщаться в перерывах, встретиться с администрацией, прояснить какие-то вопросы. Вот этого, может быть, чуть не хватает. А так, думаю, работоспособная. Валерий Васильевич, уходящий год, ну и, в общем, немножечко предыдущий период ознаменовался транспортной реформой, так называемой, в городе. Я совершенно точно понимаю, что для избирателей вашего округа это очень актуально. Правобережье, там достаточно далекие такие территории. При этом огромное количество вопросов, претензий к этой транспортной реформе. Сменился даже руководитель не так давно этого направления. И вот с вашей точки зрения, как депутата от этой территории, какие ошибки мы допустили и какие решения нужно сейчас принять, чтобы все-таки наладить эту сферу? В транспортной реформе ведь несколько составляющих. Это может у нас быть и культура обслуживания, это и комфортность, это и сама транспортная сеть, это и инфраструктура. То есть вопросов достаточно здесь много. Что касается комфортности, да, я думаю, что люди уже увидели, что меняется автобусный парк на низкопольные автобусы. Транваи у нас пошли новые. Стало оснащение кондиционерами. У нас есть бегущая строка, где мы можем получить информацию. Все меньше в автобусах стали расклеивать объявления на окнах, на потолках, потому что есть экраны, которые передают рекламу, которая связана достаточно с социальными вопросами. Это большой шаг вперед. Но, тем не менее, вопросы остаются, это и по транспортной схеме самой, это и то, что в последнее время нет четкой достаточной информации по пассажиропотоку. Город несет убытки. Над этим вопросом действительно надо работать. Слаб контроль. Но мы, наверное, сегодня находимся где-то пока только на середине пути всей транспортной реформы. То есть вопросов достаточно много. И как и Дума, как и администрация, конечно же, принимают активное участие, чтобы эту ситуацию изменить. В последние годы мы готовимся к 300-летию Перми, эту тему обойти нельзя. И очень многие городские объекты, городские работы, городские проекты так или иначе приурочены к этому юбилею. Если оглянуться на год назад, какие, с вашей точки зрения, наиболее интересные, важные объекты, проекты были сделаны или начаты? Если честно сказать, то подготовка к 300-летию Перми началась достаточно давно, уже не первый год. Это ремонты фасадов улиц Ленина, так называемые гостевые улицы. И сегодня происходит то же самое по фасадам на Комсомольском проспекте. Также ведутся благоустроительные работы, а их достаточно много. Это и проспект наш знаменитый, это и экспланада, это и набережная реки Кама. И большие средства выделяются на протяжении всей вот этой пятилетки, если ее так можно назвать, по паркам и скверам. Так что по благоустройству достаточно большие работы идут. Благоустройство у нас в городе проходит, насколько мне известно, по трем сразу программам. Есть большая федеральная программа в последние несколько лет создания современной комфортной городской среды. Есть две городские программы. Я слышал, по крайней мере, что федеральную программу будут продлевать. А как обстоит дело с городскими программами? Будут ли депутаты их продлевать? Будут ли увеличивать финансирование или хотя бы оставлять на прежнем уровне? Какое решение? Здесь достаточно короткий будет ответ на ваш вопрос, потому что в проекте решения по бюджету 2021-2023 год у нас те объемы, которые были заложены, эти работы будут продолжаться. Здесь, наверное, главное отметить то, что неважно по какой программе тот или иной двор получит свое благоустройство. Для жителей точно без разницы. Конечно. И главное, что эти дворы будут ремонтироваться по заявкам жителей этого города и многоквартирных домов. Ну вот мы с вами плавно перешли уже к конкретным домам, конкретным дворам. Давайте на примере вашего округа опишем, как отработали все эти три программы в уходящем 2020 году. Что новенького появилось? Ну, может быть, из самого значимого, да, я бы, наверное, выделил улицу Хабаровская. Не только проезжая часть была отремонтирована, но и парковочные места и тротуары, причем по всей длине этой улицы. Это, я считаю, что очень большой шаг вперед. Люди писали, люди нуждались в этом, да и ее и расширили, потому что там ходит рейсовый автобус. Еще можно отметить, что в микрорайоне Акуловский, а это частный сектор на правой бережью Дзержинского района, многофункциональная спортивная площадка открылась. Во-первых, она долгожданная, во-вторых, не так много таких спортивных площадок в частном секторе. Это маленькая победа, значит, наших ТОСов. Если говорить про дворы, порядка шести дворов получили вот такое благоустройство. Подходы к школе, 55-й, два корпуса получили, еще отремонтированные были тротуары. Так что вот эта работа велась, ведется и будет вестись. Вы отметили, что работы проводятся по заявкам жителей. Вот по вашим наблюдениям, насколько активны жители и знают ли они все правила? Кто не знает, мы их поправляем, они обращаются как к депутату, мы подсказываем. Часто в средствах массовой информации эта информация передается. Хочется отметить, что, в общем-то, по схеме ничего не поменялось. Необходимо провести общее собрание многоквартирного дома, чтобы был протокол, сделать заявку в район, которая будет рассматриваться. И в свою очередь, в определенную очередь, на определенной комиссии в районе будет двор поставлен в какой-то ближайшем будущем на ремонт, на благоустройство. Каков баланс спроса и предложения? Большая ли очередь из заявок на сегодняшний день? Да, хочется отметить, что с каждым годом желающих становится больше. Да и, наверное, это объяснимо. Люди увидели, люди поверили и стали делаться эти заявки. Пандемия внесла огромное количество коррективов во все сферы нашей жизни. Отразилась ли эпидемиологическая обстановка на сроках, на качестве работ по благоустройству дворов, скверов, тротуаров и так далее? Не могло не сказаться. Пандемия не сыграла большой роли для того, чтобы эти работы были выполнены. Работники соблюдают определенную, значит, ту дистанцию, которую нужно соблюдать. Объемы были даже не корректированы. То есть все, что было заложено на эти конкурсы, подрядчик эти конкурсы выиграл. И на сегодняшний день все, что было запланировано, все эти работы выполнены. Я ответственно об этом заявляю. Ну, то есть у вас, как у депутата, вопросов, претензий нет. Ну, помимо, собственно, благоустройства, я знаю, что вы ведете достаточно активную работу по организации всякого рода праздников, акций, мероприятий и так далее. И вот здесь уж точно наверняка пришлось нести какие-то коррективы. Вот давайте об этом поговорим. Здесь вы правы, действительно, многие мероприятия пришлось вернуть. Но, тем не менее, мы что-то успели. То есть мы провели Новый год, мы провели Масленицу, мы вручили медали, посвященные 75-летию победы ветеранам. Кстати, работал у нас постоянно каток на оранжевом лете. Это такое место притяжения наших жителей. Смогли провести турнир по пляжному волейболу на этих же площадках. Конечно, с соблюдениями всех норм, которые Роспотребнадзор оговаривал. Так сказать, в масочном режиме мы провели несколько экскурсий у нас по городу и за городом. Тоже очень пользуется популярностью именно вот это мероприятие. В момент выборов у нас ярмарка была. Жители могли показать свои выращенные овощи, фрукты, которые на их приусадебных участках. Школьники смогли сделать маленький ролик, достаточно профессионально, который заснял клумбы в наших микрорайонах. Это ребята из Мастерграда. Ну, наверное, что-то еще и не вспомнил. А, кстати, мы обязательно поздравляем всех юбиляров с большими праздниками на нашем правобережье Дежинского района. Не так давно мы поздравили нашу жительницу правобережья Дежинского района, а заново Елизавету Ивановну со столетием. Нам есть чем похвастаться, мы можем этим гордиться. И всегда отмечаем значимые юбилеи, такие как золотая свадьба. То есть, несмотря ни на что, жизнь и общение не останавливается. И снова, если говорить о планах на следующий год, в этих планах по мероприятиям, по акциям, вы учитываете обстановку или просто будем наблюдать? Жизнь носит свои корректировки. Будем ориентироваться на то, как будет проходить в условиях пандемии наша жизнь. И говоря еще об одной сфере вашей деятельности, знаю, что очень плотно налажено сотрудничество депутата с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования. Здесь тоже, в общем, напрашивается вопрос, с поправкой на пандемию были свернуты какие-то проекты или все выполнено в полной мере? Действительно, проекты были выполнены в полной мере. Какие-то мероприятия были сдвинуты. Но то, что детский сад «Легополис» получил мини-футбольный стадион с искусственным покрытием. Детский сад «407» волейбольно-баскетбольную площадку получил с мягким резиновым покрытием. Детский сад на «Машинистов 46» были отремонтированы две санитарные комнаты. И традиционно мы проводим такое мероприятие под названием «Я расту здоровым». Это витаминизация детишек во всех детских садах Дзержинского района. Это тоже мероприятие прошло. И все это направлено на оздоровление, на занятия спортом наших школьных малышей. Валерий Васильевич, мы с вами все время возвращаемся к пандемии и пандемии. Я знаю, что на протяжении всего этого года оказывалась помощь как конкретным каким-то людям, так и целым категориям населения. И вы в том числе в этой работе участвовали и как депутат, и как секретарь местного отделения «Единой России» Дзержинского района, и как, в конце концов, представитель городообразующего предприятия. Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь опытом этих проектов. В чем выражалась эта помощь? Когда у нас объявили пандемию, многие пенсионеры, особенно кому за 65, не смогли выходить из дома, потому что было так предписано. Ну и это продолжается. И по телефонным звонкам, значит, обращались они к нам. У нас было создано несколько экипажей, волонтерские экипажи, которые разводили продукты, развозили медикаменты. Все просто было. Люди звонили, и на этот адрес приезжала вот эта вот, так сказать, импровизированная скорая помощь с продуктами. Мало того, это продолжается и на сегодняшний день. У нас работает штаб, вот партия «Единая Россия» в Дзержинском районе, и мы эту помощь оказываем прямо и сейчас. Валерий Васильевич, к сожалению, время программы подходит к концу, но поскольку мы с вами все-таки беседуем в декабре, когда уже не за горами Новый год, и наверняка у вас уже есть какие-то планы, у вас, у ваших коллег-депутатов, у Думы в целом, на следующий 2021 год. Ну вот смотрите, сейчас мы примем бюджет. Планы все сверстаны. Работы впереди много. Главное есть запал. То есть мы больше относимся к оптимистам, чем к пессимистам. Это как в том фильме, пойдут старики, будем жить, ребята. Ну что ж, великолепное пожелание. Действительно, работы у всех у нас хватит. Дай Бог нам с ней справиться. Всего вам доброго. Спасибо за беседу и приходите к нам еще. И вам спасибо. С вами был Валерий Шептунов, депутат Пермской городской думы. И я, Валерий Мазанов. Это «Лобби-холл». Смотрите нас на Ветте 24. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»